Воскресное евангельское чтение Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал, «Не плачь». И подойдя, прикоснулся к кадру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Этот эпизод рассказывает только евангелист Лука. Но есть еще другие эпизоды воскресения. Вы помните о том, что Господь воскрешает четверодневного Лазаря, воскрешает дочь Иаира. И каждый раз весть о том, что Христос кого-то воскресил еще до своего воскресения, всегда является неким предзнаменованием, предвосхищением того, что откроется в самом конце. Это всегда лишь первые лучи того солнца, который воссияет пасхальным утром. И этот эпизод в Евангелии от Луки готовит следующий вопрос, который после воскрешения сына Наимской вдовы зададут ученики Иоанна Крестителя. Потому что Иоанн Креститель, находясь в темнице, посылает своих учеников для того, чтобы спросить, действительно, это тот Мессия, который должен прийти, или должен прийти другой Мессия. И Господь отвечает на этот вопрос словами из Священного Писания. Потому что в Писании предсказывается, по каким знакам, по каким признакам вы узнаете Мессию. Поэтому Он говорит, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». То есть воскресение, которое совершилось здесь, является чудом, но не в том значении, к которому мы привыкли к этому слову. Для нас чудо — это то, что нас изумляет, восхищает, потрясает наше воображение. В языке евангелистов чудо — это всегда некий знак, который позволяет нам узнать того, кто совершает его. Действительно, его совершает Мессия, который сам станет воскресшим Христом. И поэтому здесь евангелист Лука употребляет слово «Господь», которое является ненейтральным словом. Это то слово, которое затем будет употребляться именно как титул воскресшего Христа. Но самого воскресения еще не произошло, но евангелист Лука уже готовит своих читателей к той вести, которая прозвучит в самом конце этого Евангелия. Что касается города Наин, здесь мы оказываемся тоже в удивительной атмосфере. В Святой Земле все рядом, и кто бывал там с паломничеством, понимает, насколько все святые места близки и доступны. Город Наин находится недалеко от горы Фавор, и с высоты этой горы его можно увидеть к югу. Он находится в 8 километрах от Назарета, и относительно недалеко от местечка Сарепта, где Илья воскресил сына вдовы. И поэтому уже само обозначение этого города говорит о том, что эти места овеяны воспоминаниями и очень живой памятью о тех чудесах, которые совершали пророки. В частности, пророк Елисей и пророк Илья уже воскрешали в этих местах кого-то. Евангелие слуха тоже структурирует, строит свой рассказ тоже как воспоминание, как отзвук, как некое повторение того чуда, которое совершил пророк Илья. Иисус Христос — новый Илья, новый пророк, чем закончится сегодняшняя Евангелие. Он великий пророк, который восстал между нами. Но это новый пророк, который превосходит Илью в своей силе. Как построено это повествование? Мы видим такую мизансцену. Мы видим, что движутся две процессии. С одной стороны, Христос в окружении учеников и людей, которые следуют за Ним, идут к Наину. И это толпа народа, которая охвачена воодушевлением, ликованием. Настолько его проповедь пользуется успехом, настолько он излучает радости и жизненной силы, что все наполнены этой силой и ликованием. И навстречу им выходит другая толпа. И мы видим, что здесь может быть беспредельную горечь человеческого бытия, потому что нет ничего печальнее и прискорбнее вдовства, когда женщина потеряла не только мужа, но и потеряла единственного сына. И безмерность этого горя столь велика, что в книге Иисуса Сираха говорится, «Слезы вдов текут по щекам Бога». Это горечь, которая ни с чем не может сравниться. Поэтому она окружена тоже толпой людей, которые ей сочувствуют и оплакивают безвременно умершего сына. И вот между этими двумя процессами происходит столкновение, настоящая коллизия столкновения. И это происходит во вратах города. Конечно, врата – это символическое место в древнем мире. И врата – это то место, где на рассвете царь совершал суд, где совершались сделки, где решались самые важные дела. Врата – это место, где вершилось правосудие. И поэтому здесь тоже совершается некий суд, некий кризис, столкновение жизни и смерти. Жизнь, которая преизбыточествует в толпе, которая идет за Христом, и смерть, которая омрачает мысли тех, кто выходит из города. И вот происходит столкновение. И здесь мы видим, какую роль играет Христос в этом столкновении. Он останавливает процессию, которая выходит из города. Люди, которые несут одр с умершим юношей, послушно исполняют это приказание. И Христос со словами повеления обращается к усопшему юноше. Он говорит, юноша, тебе говорю, встань. И здесь мы видим, что слово Божие – это не просто слово человеческое, которое, как и все слова, просто что-то говорит. Если это произносит Бог, то Он творит новую реальность. Это единственное слово, которое не может не исполниться. Бог говорит, да будет свет, и становится свет, и мир начинает быть. Точно так же здесь Он говорит, проснись, воскресни, и юноша просыпается. И главным признаком того, что человек возвращается к жизни, ему возвращается дар слова. И юноша начинает говорить. Дар слова – это то, что отличает живого человека. И, конечно, когда Христос видит вдову, евангелист Лука употребляет здесь слово «сжалился». Но в греческом оригинале употреблено слово, которое еще более сильное по своему значению. Это слово «благоутробие» в действительности зрелище человеческого горя, потому что это похоронная процессия в действительности вереницы человеческого рода всех потомков Адама, которые совершают свое паломничество к смерти. Наша земная жизнь – это паломничество к смерти. И он видит это зрелище, и зрелище смерти, и горе его потрясает до глубины утробы. Сжалился буквально все, что его наполняет, содрогнулось в нем, сжалось, перевернулось внутри него. И поэтому он тоже произносит, обращаясь в голове, эти слова «не плачь». Бог – это тот, кто отирает слезу, и действительно эти слова становятся настоящим утешением. Не всякий человек обладает силой утешения, но тот, кто по-настоящему сострадает, как мы называем это словом «эмпатия», несет в себе эту силу, которая способна утешить, исцелить другого человека. И таким образом мы получили самые главные ключи к прочтению этого эпизода, для того, чтобы увидеть его во всей полноте, в полноте силы и внутренней динамики. И, может быть, последний ключ, который мне хотелось бы вам дать к прочтению, это слово «посетил». В Евангелии от Луки Господь посетил народ свой. Это означает, что Бог не забыл о своих людях, это значит, Он их любит и заботится о них. И это посещение свыше является синонимом спасения, потому что, когда Бог нас посещает, точно так же, как в истории Рождества прославляется это событие, Господь посетил народ свой. Это синоним спасения и источник радости. Радости о воскресении. И каждый раз, когда мы празднуем воскресение, последнюю вечерю Христа, когда мы совершаем Таинство Евхаристии, в действительности мы совершаем этот праздник воскресений. Поэтому это Евангелие о воскрешении Сына Наинской вдовы, как никакое другое, прекрасно ложится на ликование любого воскресного дня. то, что составляет глубину нашей веры, потому что самое главное в православии – это Христос, самое главное во Христе – это Его воскресение. На портале экзогет.ру С вами был претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.